Вопросы здравоохранения и экологии в городском округе Люберцы будут решаться с помощью партийных проектов «Единой России». Эти и другие актуальные проблемы «Единороссы» обсудили на семинаре совещания, которое прошло в администрации. Депутаты Государственной и Московской областной думы, член Совета Федерации, а также местные народные избранники от партии «Единая Россия». В Люберцах они собрались, чтобы обсудить партийные проекты и расставить приоритеты для их дальнейшей реализации. Изначально был и лозунг, и подход во всей партийной работе «Единая Россия» – партия конкретных дел. Людей интересует конкретика. И сегодня, что касается партийных проектов, то это абсолютно оправданно, я оцениваю такой правильный, абсолютно выбранный путь. Всего на территории Подмосковья планируют реализовать 21 разноплановый партийный проект. Это и модернизация образования, и управдом, и безопасные дороги, и многие другие. Они нацелены на решение наиболее острых проблем каждого муниципалитета. На заседании рассмотрели все приоритетные направления. Школа грамотного потребителя. Цель – повышение грамоты с игражем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и информированности об основных направлениях государственной жилищной политики. Формы работы здесь очень большие. 12 пунктов. Конкретно для Люберец наиболее остро стоят вопросы, которые помогут решить проекты «Городская среда», «Здравое будущее», «Экология России» и «Чистая вода». По словам Лидии Антоновой, каждый такой проект имеет конкретное направление, задачу и содержание. Наша задача, чтобы больше людей было вовлечено в эту деятельность, не обязательно быть членом партии «Единой России». Главное, чтобы человек был к этому вопросу неравнодушен. Потому что если мы будем просто только констатировать, что вот это плохо, и что, как вы понимаете, что же будет дальше, ничего из этого не сдвинется. Почти у каждого партийного проекта уже есть координаторы, которые руководят их реализацией. К примеру, городскую среду курирует Игорь Каханный, депутат Московской областной думы. В бюджет Московской области, мои коллеги знают, мы две недели назад за это голосовали, мы заложили деньги на эту программу в размере 5,4 миллиарда рублей. Потому что по этой программе две трети должна субфинансировать бюджет Московской области. На сегодня все день определён предварительный перечень объектов по Московской области. Необходимо отметить, что программа партийных проектов в целом нацелена на то, чтобы по всем основным показателям Московская область занимала лидирующие позиции.